Всем привет! Днепр на связи. 5 октября, 23.11. Ну что, друзья, вот уже и вечер практически подходит к концу. Что у нас на данный момент? А у нас сигнал воздушной тревоги, который начался ни много ни мало. А в 21.32 продолжается по сей момент. Воздушное пространство атакует ударные ВПЛА. На данный момент их порядка 40 фиксируются. Прямо сейчас звучат взрывы в Одессе. Идет боевая работа. Киев, Киевская область. Прямо над Киевом летают ударные беспилотники. Слышны как выстрелы мобильных огневых групп сил ПВО, так и разрывы этих самых беспилотников, их падения. Пока что урона официально не зафиксировано. При этом в Харьков тоже там летают беспилотники. Сумская область. Ну, хорошего, друзья, мало. Очередной вечер. Очередная атака ВПЛА. Что у нас на повестке уходящего дня? Глава областной военной администрации Сергей Лысак рассказал нам о том, что под ударом дронов, камикадзе и артиллерии вновь в течение дня был Никопольский район. Было более 20 атак. Взрывы звучали. Там спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина. Россияне активизируются на так называемом Работинском выступе, чтобы взять под огневой контроль украинские логистические пути. Если тут будет прорыв, то противник может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины. Там Силы обороны держат Донецкую и Южную часть Запорожской области. Потому Россия будет желать при любой цене взять под контроль эту возвышенность, заявил Волошин. Далее, друзья, что у нас в Украине нужно гарантировать мир без торговли территории. Отреагировал Владимир Зеленский на заявление западных СМИ о том, что есть вроде как договоренность уже на Западе и Украине, что согласовано молчаливое согласие на то, чтобы отдать России территории в обмен на гарантии безопасности. Вот Зеленский говорит на то, что нужно гарантировать безопасность без торговли территориями. Прямая речь. Наше задание гарантировать Украине надежный мир и продолжительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как предвидится в формуле мира. Формулу мира нам еще не показали, да, этот план победы. Посмотрим, что будет далее. И, друзья, Кривой Рог. Вечером было сообщение о пожаре и сообщается, что мужчина сгорел живцом в собственной квартире. Возгорание случилось вследствие того, что мужчина был в алкогольном опьянении и, скорее всего, был окурок. Сообщается, что в Саксаганском районе возник пожар в квартире на втором этаже. Внутри уже спасатели обнаружили тело 45-летнего владельца. Вот такие, друзья, дела. Довели мужчину алкоголь и сигареты до логического его завершения жизненного пути. Что у нас в области, друзья, происходит? Фиксируются беспилотники Верходнепровские в рядышком Павлоградском районе, в Никопольском районе пролетают и в Каменском районе около двух беспилотников, которые могут свернуть по направлению к городу Днепр, ну и также по направлению к городу Каменское. Далее, друзья, что у нас говорят западные источники. Эль-Пас заявляют, что Запад усиливает давление на Украину из-за затяжной войны. Союзники хотят, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией. По данным издания, страны Запада считают, что для остановки наступательных операций РФ на Донбассе Украине понадобится значительно больше военной помощи, чем она получала до сих пор. Но внимание западных стран отвлекается на другие международные кризисы, в частности конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, время является важным фактором для Украины из-за президентских выборов в США, где возможна победа Дональда Трампа, что в итоге может кардинально изменить внешнюю политику США в отношении Украины. Вот такие, друзья, дела делишки. Что еще? Прямая речь из Офиса Президента касательно статьи Financial Times о том, что Украина готова отдать свои территории, это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. И мы не торгуем суверенитетом и территориями, заявили в Офисе Президента. Далее, друзья, ГБР изучает списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами, которые нашли в кабинете руководительницы МСЕК. Тем, у кого стоит неправильный диагноз, грозит от 3 до 5 лет за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком. Что еще, друзья? Издание The Guardian пишет о том, что Израиль в ночь на 7 октября готовится нанести удар по Ирану. Это якобы произойдет в годовщину вторжения Хамаса в Израиль. Тогда, в 2023 году, в Израиле погибло более тысячи человек. Страшно подумать, уже год прошел. Время летит просто невероятными какими-то шагами. Что еще, друзья? Экс-руководитель Хмельницкой МСЕК, осужденный за коррупцию, мобилизовался в армию. Медик отбывал наказание в Хмельницком следственном изоляторе, где и заявил желание проходить военную службу по контракту. Суд удовлетворил представление о применении к их чиновнику условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Поэтому его досрочно освободили от отбывания наказания и передали нацгвардейцам для сопровождения в воинскую часть, с которой он заключил контракт. В течение года за их чиновником будут осуществлять административный надзор. В чем я, честно говоря, сомневаюсь. Я думаю, что он просто откупился, будет числиться в армии. Ну, понятное дело, служить или находиться на линии фронта, конечно же, такие люди не будут. Что еще? На Волыне будут проверять решения МСЭК и ВЛК после коррупционного скандала с руководительницей МСЭК в Хмельницкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации. И какой шухер сразу начался. После скандала с продажей справок об инвалидности будут проверены все медкомиссии. Будут проверены все белые билеты, которые выдавались. Все, кто покупал себе законские бабки, белые билеты, готовьтесь к тому, что они могут быть аннулированы, сообщили же в этой областной военной администрации. Вот такие, друзья, дела на данный момент. В Сумской области продолжают звучать взрывы. В Киеве прямо сейчас угроза для Вышгородского района. Ой-ой-ой-ой-ой. Ударные беспилотники все больше и больше разлетаются в нашем воздушном пространстве. При этом сообщается, что в Одессе под угрозой Киевский район, Слободка, там беспилотники. Уже сообщается минимум о двух сбитиях. Продолжаются взрывы в Одессе. Вот такое вот начало ночи, друзья. Но, несмотря ни на что, желаю вам всего самого лучшего. Помните, что Бог любит вас. Берегите себя и своих близких. Всем добра. А отдельным личностям бобра. Всем спасибо. Всем пока. Удачи, счастья, здоровья и много-бого-дяточок, как на небе зирочок.